Здесь уже был коллега с Украины, рассказывал, ну, о том, к чему привел, значит, выступление в этом Украине. Вот, это случилось в 2005 году. Ну, я как раз был в Киеве и преподавал в евгейской школе Ганубики. Я немножко знаком, значит, с тем, как все это готовилось. Короче говоря, все это делалось, ну, как старалось, крайне мере, делаться в лучших традициях моделиров. Взяли модель равновесного, ну, как, General Inclusion Model, взяли и, значит, рассчитывали. Спасибо, я не совсем знакомился с вашей терминологией, поэтому, может быть, значит, не было. Короче говоря, взяли эту модель, и в этой модели один из моих учеников, скажем, посчитался. Получилось, что общий эффект обступления ВТО будет увеличение балового продукта на 1,9%. То есть, в принципе, эффект был не очень большой. Вот, мало того, он посчитал, значит, так, что какие отрасли выиграют, какие отрасли проиграют. Вот, в основном, значит, выиграл, по-моему, финансовый сектор, проигрывали сельское хозяйство и металлургия, про которую мы сегодня уже говорим. Но люди, знакомые с этой моделью, они отлично знают, что там очень куча всяких предположений, куча всяких нюансов, которые можно, так сказать, заложить правильно, а можно заложить неправильно. Короче говоря, естественно, никто не делал там анализ чувствительности, и эта цифра 1,9% была озвучена президентом Ющенко, и за это, значит, все это и пошло. В общем, решение вступить в ВТО в этот момент было более политическим, чем экономическим. Почему политическим? Первое. Вступить раньше России. Во-вторых, значит, в это время у германии Украины признали рынок, хотя она таковой не являлась. Короче говоря, все это делалось с большой компой. Никто ничего не готовил. Вот, то есть, никто не продумывал даже, как это все-то будет. То есть, Украина практически подписала все, что не сказали. Вот, и она открыла свой, ну, рынок, скажем, во всех секторах. И то, что мы сейчас видим, это и есть как раз результат вот этой непродумности. Потому что, естественно, никто не пощадал, что условия могут измениться, а они очень сильно изменились в 2008 году. То есть, Россия все-таки в 18 лет пыталась какие-то нам свои вещи решить. Хотя я согласен вот с коллегой из Франции, что в основном проблемы России, они не совсем-то связаны с ВТО, в Украине они тоже не совсем связаны. Но Украина просто глупо вступила, потому что это было политически, они торопились это сделать. И правительство Юлия Владимировна Тимошенко, значит, и тогда Ющенко, то есть победитель оранжевой революции, показывает всему миру, что вот, смотрите, что мы достигнут. Поэтому, конечно же, вы этой ошибки не сделали. 18 лет вхождения. Вот как посчитать общий эффект? Вы знаете, один год, мне кажется, это еще слишком маленький срок, чтобы это все посчитать. Но, в принципе, конечно, надо трассировать это. То есть, в динамике надо смотреть. Я бы, конечно, не советовал выходить. Почему? Потому что это будет прямая изоляция, скажем так, и прямая конфронтация. Вот. Но отслеживать надо. И свои права, конечно, отстаивать тоже надо, чтобы не повторить вот этой гущести Украины. Потому что Украине ситуация экономическая сейчас. Отчасти благодаря, кстати, ВТО, потому что, скажем, особенно финансовый сектор был очень сильный. Но отчасти она плохая как раз из-за этого. Вы пошли на более лучшие условия. Вот. Поэтому, я же говорю, просто один год или сколько там, шесть месяцев там получилось, да, это еще не срок. То есть, надо в динамике отследить все эти вещи по всем отраслям. Естественно, будут какие-то отрасли положительные, будут какие-то отрицательные. Спасибо за внимание. Можно я вам правом ведущим вопрос задам? Вот смотрите, тут очень хорошая вещь прозвучала, что не надо бояться выходить откуда-нибудь, в том числе из международных соглашений. Борис Юрьевич озвучил то, что у всех на уме, на самом деле, у многих, по крайней мере. А вот Канада в прошлом году вышла из киотского соглашения. И причем сделала, она вышла из международного соглашения, достаточно весомого, экологического, денежного, там много денег завязано. Я просто хочу от вас слушать ответы короткие. Да или нет? Она вышла потому, что это мешало развитию ее промышленности. Это так или нет? Не, дело в том, что Канада изобвязала российских промышленной обязательств, которые сразу были.... нереальными. Эти обязательства мешали развитию ее индустрии или нет? Я, вылезал, что они мешали сильно. Дело в том, что понимаете, я еще очень хорошо знаком с энергетическим сектором Канады и с страной. Хорошо. Если бы Канада выполнила взятые на себя обязательства... Она заранее их не могла? Нет. Можно выполнить любые обязательства. Вот мы, Россия взяла заранее keeper обязательства, мы... Вот если бы Канада выполнила обязательства, что бы произошло с индустрией Канады? Я думаю, сильно бы это не повлияло. Дело в том, что в принципе... Почему не могла? Почему не могла? Потому что получилась такая ситуация, что они когда входили, посчитали, так сказать, как обычно, с ошибкой, посчитали определенный вариант. А потом пошли тренды, особенно в транспортной и энергетической индустрии, когда они увеличили прогрешность, которые просто... Цель истории недостижима, и смысл уже оставаться. Нет, я, кстати, против этого решения. Я поддерживаю это решение. Кстати, специальных исследований, конечно, я не проводил, и мне не встречались пока подобные исследования. Хотел бы обратить внимание относительно малости срока, что почему-то по стечению обстоятельств, это, конечно, многопаторная будет зависимость, но у нас именно в течение последнего года, особенно вторая половина, резко упали все темпы роста экскута, и резко стали расти темпы индустрии. Вот. Это могут быть разные факторы. Подоблюдаем еще, но это может быть и привык следствия. Может быть, надо наблюдать. Верно, конечно. Конечно. Верно, конечно. Вот, конечно, не очень. Вот и все. Вот и все. Поэтому мне приходится, если только если, то, 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 можно бы сказать, это внешняя, я говорю, там, среда меньше потребляет, кризис в Европе и прочее. Но импорт стал расти внутренне. Причем все это? Поэтому нехорошие. Нехорошие. Ну, мы сейчас в Критарии, это я просто по праву ведущего-то. А почему ко мне-то? Я пока не выступал. Ну, хотите, пожалуйста, позволю. Можете ли вы привести пример, что одной африканская страна, где все готовы? Или там другие? Они все в этом. Они все в этом уже. Они все в этом уже. Все в этом уже. Нет, я вам скажу, что кого там нет, насколько я знаю, я это сейчас, может, подробно не помню, но Саудовская Аравия еще вроде нет, или Омана там, коллег из арабских государств. А в Африке там, как вы там, о чем вы говорите? Если говорить про такой Бурундия, ну, что она, что у него, разницы нет никакой. А крупные страны, там, типа Египта, и, скажем, там, Южной Африки, и так далее, все, конечно, вы говорите, конечно. Не входит Иран. Мы там почему говорим, что мы вот вместе со странами из Гоина, я скажу, находимся в одной компании. Не входит Северная Корея. Я думаю, что по этому еще туристический шлейф такого, какой компании остается. С другой стороны, неизвестно, так сказать, одежда, упрасить человек в компании, человек в компании, и так далее. Неизвестно, кто кому здесь оказывал Венвер Шрусову. Так, я думаю, что мы дадим еще слово. Ирона глупая. Продолжение следует...